Несколько тысяч человек прошли маршем по улицам Гонконга, требуя от властей материкового Китая расследовать обстоятельства смерти диссидента Ли Ван Яна. Ли был активистом рабочего класса. В 1989 году, после того, как власти подавили демократические протесты, его на 21 год заключили в тюрьму. В результате тюремных пыток и издевательств Ли лишился зрения и слуха. 6 июня диссидента нашли мёртвым в палате больницы города Шаоян. Власти заявили, что он повесился. Однако его родственники и единомышленники в это не верят. За несколько дней до смерти Ли давал интервью кабельному телевидению Гонконга, в котором сказал, что никогда не жалел о своей борьбе за правосудие. Директор гонконгского отделения Amnesty International говорит, что призвать к должному расследованию обстоятельств смерти Ли – это ответственность Гонконга. «Народ Гонконга по-настоящему негодует, поскольку мы были свидетелями того, как у него брали интервью на телевидении. И он продолжал говорить, что не жалеет о своих поступках. Единственное, чего он хотел, чтобы в Китае была демократия». Возле представительства КНР в Гонконге протестующие отдают Ли Ван Яну дань уважения. Они подписали петицию, в которой призывают провести всесторонние расследования обстоятельств смерти активиста. «Считаю это просто неприемлемым. Я знаю, что многие китайцы не верят в это самоубийство, но не могут высказать своё мнение. Поэтому мы, гонконгцы, должны выйти и заявить об этом. Я не жду от китайцев извинений или каких-либо действий. Но они в конечном итоге должны наказать того, кто ответственен за это, я бы сказал, убийство». Тело Ли Ван Яна обнаружили его родственники. Причём, на фотографиях, которые они успели сделать, чётко видно, что обе его ноги прочно стоят на полу, что вызывает вопрос, как же при этом он мог повеситься. Тело кремировали в субботу. Согласно сообщениям, это было сделано без согласия семьи Ли. Как предполагают в своих заявлениях правозащитные организации, включая Гонконгский информационный центр по правам человека и демократии в Китае, сотрудники службы безопасности могли инсценировать самоубийство активиста после того, как избили его. Эти подозрения привели к тому, что несколько китайских диссидентов опубликовали заявление о том, что в ближайшее время точно не собираются совершать самоубийство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...